так эта коробка от сегодня мне пришла наконец-таки новая коробка от производителей рюкзаков shimodo коробка мне уже нравится я бы с удовольствием ходил в свои походы и на съемки с ней вот уже год я использую самый лучший на свете рюкзак для операторов и фотографов это shimodo x50 но в один момент конечно же такого рюкзака вам рано или поздно если вы оператор или фотограф который любит носить с собой много объективов дронов такого рюкзака вам рано или поздно станет мало поэтому сегодня shimodo прислала мне коробку 70-литровым рюкзаком вау бочки мой посмотрите какая какая симпатичная сумка помимо рюкзаков shimodo также есть гигантское количество полезных аксессуаров с разных сумочек пакетиков чехольчиков кофриков для мд-фильтров для карточек для батареек разного размера за что я очень сильно люблю потому что я обожаю комплектовать все свое снаряжение все свое барахло по разным вот таким чехлам сумкам шимода все продумала за нас и вот делает вот такие вот разного размера чехлы это рюкзак короче подчеркиваю что сам рюкзак внимание весит 4 килограмма пустой рюкзак самый большой вставка которая только у него есть вот мне даже уже тяжело его держать моя рука уже не вывозит если вы собираетесь много ходить например в горы или куда-либо еще вот он реально весит немало поэтому ваша спина должна быть подготовлена вместе с ней и ноги рюкзак десятого размера также самый большой максимальной вставкой весит практически на два килограмма меньше поэтому с этим рюкзаком я уже совершил достаточно большое количество восхождений и до сих пор считаю его самым лучшим рюкзаком для однодневных максимум двух дневных выходов в походы на восхождение накида но такого формата в общем travel съемки ну и еще к тому же я решил взять на этот раз зеленый цвет потому что мне кажется зеленый цвет менее марки чем черный ну и просто потому что черный у меня уже есть вот будь теперь зеленый обожаю вдыхать свежий запах новых рюкзаков еще не испачканных обшлак землю и вулканическую лаву так сейчас хочу короче наглядно сравнить два рюкзака по объему для этого более ну реально такую вообще не до слабонервных такое уже одной рукой удержишь вот на вытянутой руке и прям чувствуется 4 килограмма поэтому фактически вы должны быть готовы к тому что большие рюкзаки фото рюкзаки обычно весят немало про эти два рюкзака сто процентов будет большое видео на канале но пока что я хочу с вами поделиться первым впечатлением а первое впечатление у меня очень положительно потому что я уже представляю как нагружу этот рюкзак так вот и можешь видеть насколько они отличаются слева рюкзак на 50 литров справа на 70 литров но он еще такой естественно новенький весь такой весь классный очень приятный я уже вижу что у него вот это вот этот верхний карман верхний клапан насколько он больше 50 литрового рюкзака сколько сюда можно вместить всего я даже пока что боюсь представить но и в 50 литровом рюкзаке я с ним тоже на самом деле очень много уже отходил и очень много суда складывал вещей так что полезного пространства здесь также достаточно много этот рюкзак подойдет если ты идешь в лес там или кто походы на съемки больше чем на два дня потому что сюда ты можешь положить и теплые вещи и спальник сюда влезет куда-то сбоку можно палатку прицепить об этом всем еще расскажу сейчас повторюсь пока что просто первое впечатление самое нужно что мне было в пить в 70 литровом рюкзаке так это то что я об этом говорил в предыдущем обзоре на полтинник это то что 70 литровый рюкзак очень просто у вас пойдет дрон mavic 3 classic ну и вообще любой другой mavic 3 у вас войдет стоймя вот таким образом и вы можете закрыть крышку это это самое важное что должно быть фото рюкзаке реально потому что до этого в 50 литровый рюкзак я убирал дрон только лежа только вот таким образом вот только вот так он на класса потому что стоимя его положить в 50 литровый рюкзак и меньше невозможно вот посмотрите насколько он выбирает то есть в этом основная разница это глубина вот этого внутреннего кофра здесь я вставляю без проблем я подозреваю что здесь в карман также войдет 70 200 без проблем максимально реально глубокое отделение именно поэтому мне нужен был 70 литровый рюкзак потому что сюда нужно сложить все оборудование а если ты кладешь дрон плашмя то соответственно ты уже лишаешься одного от этого отделения ну фактически полезного пространства становится меньше также сразу же сходу что бросается в глаза это лямки на этом рюкзаке на 70 литровом же такие очень туристические плотные лямки которые ну естественно сильно отличаются по своей мягкости по своей эргономике из 50 литровым рюкзаком потому что соответственно у этого рюкзака будет гораздо больше вес также в 70 литровом рюкзаке влазит 16 дюймов ноутбук спокойно тогда как в 50 литровый рюкзак мне приходилось его запихивать и он немножко выпирал сумка немножко не закрывалась понятное дело я его там заталкивал и он вставлялся но имею ввиду что в 50 литровом рюкзаке отдел предназначен для 15 дюймового макбука ноутбука разумеется я его сразу надену на себя обязательно скажи что ты думаешь по поводу зеленого цвета выбрал бы ты зеленый цвет или черный цвет вот так он будет выглядеть на спине то есть это реально туристический здоровенный рюкзак с таким уже поясным ремнем очень серьезным с этими крепежами такими уже непростыми то есть такой прям походный рюкзак у меня спина которая подходит человеку с ростом метр восемьдесят семь поэтому рюкзак на мне выглядит вот так это 70 литров а вот так а вот так на спине выглядит и может сложиться ложное впечатление что я свадебный оператор потому что размер рюкзака недостаточно недостаточно большой но если честно вот прямо сейчас сразу чувствуется разница в весе но она прям ощутимо и я полагаю что на какие-то там серьезные восхождения на высоты я бы наверное 70 литровый рюкзак не брал это первое впечатление пошел бы все-таки полтинником но при этом заменив на нем лямки взял 70 литрового рюкзака поставил бы на 50 литровый рюкзак все лямки съемные можно себе как отдельная комплектующая заказать на 50 литровый рюкзак другие плотные лямки но блин вот эта сумка так я люблю вот эти всякие маленькие прикольные кофри и вообще очень классно говоря ее можно использовать как сумку таксиста на поясе и она прозрачная что упрощает поиск каких-то мелких штук всяких которые у тебя как правило разбросаны по рюкзаку тебе будет просто-напросто видно что здесь лежит поэтому например ты так гораздо быстрее найдешь там кинуть петли или батарейку если сложишь прозрачную сумку самом деле я вот сейчас понимаю что я взял самую огромную вот эту вставку которая только есть мне кажется что можно было взять ее поменьше потому что она и так глубокая так что можно напихать дофигища вещей вот этот от сектор уходит вот сюда еще глубже вверх принципе его можно было избежать и взять вот такого размера вставку под саму спину а это пространство использовать для каких-то полезных вещей которые сверху можно закидывать так что возможно я эту ставку еще поменяют войдет сюда fx3 с ручкой fx6 там с какой-то линзы что можно положить либо какие-то огромные телевики двести шестьсотство спокойно войдет круче так реально огромный рюкзак и я честно сказать правда думаю что наверно слишком уж большую я взял вставку попробую можете поменять посмотрим но а пока что это был не обзор рюкзака это были первые впечатления обзор мне еще предстоит на него сделать сейчас я отработаю с ним сезон съезжу на несколько съемок впереди у меня снова алтай сахалин монголия камчатка везде с ним пройдусь попробую сходить с ним на какие-то вулканы небольшие восхождения и пойму все по весу по объему в любом случае вставки все меняются можно заказать дополнительную брать там на какую-то съемку одну ставку на другую съемку больше либо еще меньше в идеале иметь там их несколько штук конечно комплекте у себя одной вставкой не обходится наверное так и поступлю потому что они стоят относительно недорого но если уж ты покупаешь такой профессиональный большой не дешевый рюкзак то я думаю что есть смысл к нему иметь несколько внутренних кофров вот на этом все действие было интересно самое главное хоть чуть-чуть полезно я пошел тестировать рюкзак пока